Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим о чудесном сайте, на котором можно посмотреть абсолютно все тринкеты, сколько ДПС они дают со-таргет и на каком именно эквипе определенный тринкет дает определенное количество ДПС для вашего персонажа. Сайт, разумеется, оставлю в описании. Итак, в текущий момент рассмотрим на друидов в балансе и просто поанализируем ради примера. Так, начнем же. Выберем русский язык, чтобы нам было все это дело проще осматривать. Ну и самый такой популярный вопрос, который задается людьми, которым я даю этот сайтик, мол, что за приписка плюс 20? Английским текстом на этом сайте все абсолютно расписано. Что это за приписка? Она обозначает тот плюс, сколько людей надело этот тринкет. То есть, если 10 человек надело пантеоновский тринкет, то ваш тринкет будет давать одну цифру ДПСа. Если 15, то уже другую. Если 20, то эта цифра еще выше. Суть в том, что пантеоновские тринкет имеют в себе два прока. Первый прок запускается хоть где и теоретически хоть когда. А второй прок, он будет запускаться только в рейде Анторуса. И только при условии единовременного срабатывания аналогичных тринкетов или легендарного у каких-либо людей, находящихся с вами в рейде. Разумеется, что введение мантула на некоторых классах, конечно, в топе, а на некоторых не особо. Также можно вариант, ну, допустим, нестабильный чердейский кристалл. Тут он указан в синей полоске 910. Мы ставим черную полосу, к примеру. И уже можем просматривать тринки, которые сильнее, то есть то, что выше, то, что правее по полоскам идет. То есть обычные диаграммы, которыми нас учили на уроках геометрии. И слева те уже, которые слабее. Если, допустим, 910-й кристалл обходит очень много тринкетов, к примеру, осколок времени, даже 980-го уровня, лишь чуточку-чуточку лучше, чем 910-й кристалл. Фармите аргуниты и покупайте себе тринкеты. Может быть, вон упадет нестабильный чердейский кристалл, как и мне. И что тут есть из интересного? А, самая лучшая тринка. Резная фигурка Нагльфара. 980-я дает 60 тысяч всего лишь ДПСика. Можно также глянуть тринкеты на танков. Но тут все идет лишь только с соображением в дамаг. И, конечно же, в соло-таргет. У всех абсолютно все прописано в соло-таргет. Что мы видим в топе у Блак ДК? Мы видим легендарный тринкет в виде перерожденной ненависти Архимонда. Все потому, что если ДК нажмет этот тринкет в момент пикового своего ХП, а момент пикового ХП для меня, допустим, это 26 или 27 миллионов, а, к примеру, когда Вар дает Крик, это еще плюс 20%, то есть это более 30, но я остановлюсь на цифре 30. Ок. Бафается щиток, получается, который поглощает 30% от моего максимального ХП. Это 9 миллионов. 9 миллионов щиток на 10 секунд. И в момент того, когда действие эффекта истекает или же поглощается максимальный урон, то 75% от этих 9 миллионов вольется в соло-таргет. А это очень такое хорошее число на самом деле. Так что с соображений соло-таргет тринка очень сильная. Да. Далее уже идет введение Амантула, легендарный тринкет. Далее дамагерский тринкет. Пантеоновский. Ну и различные другие тринкеты. Черепушка скилл Джудена, к примеру. То есть абсолютно все, абсолютно на всех можно посмотреть, поанализировать и помечтать о том, какие тринкеты вы будете собирать. Допустим, Армс Воин, тринка Мантула в топе, тринка Казгарота чуточку ниже даже при набаффе на ее на 20 человек. Нестабильный террористский кристалл в топе, хрестокрыл, кукавластности. Интересно, почему на самом деле Крит разве нужен Армсу? Что-то это интересно на самом деле. И где-то что-то должны были быть часики. Сложно на самом деле. Такой вот сайт, собственно, если оно вам интересно, если вы сомневаетесь в плане выбора тринкетов на свой класс Респект, то изучайте подробно. Надеюсь, я все грамотно рассказал и никаких недочетов в этом не допустил. Всех вам благ, счастья, здоровья. Дропайте только самые лучшие тринкеты. Сразу тысячного эквипа. Пофигу, что даже эпические тринкеты невозможно так дропнуть. Но желаю вам в этом удачи. Берегите ноги. До скорого.